Мы уже привыкли, что автомобильные, а особенно электромобильные, стартапы мрут один за другим. А вот список хорошо знакомых марок вроде бы оставался прежним. Однако уходящий год все же прибрал парочку известных брендов. Первой обрушилась империя 82-летнего Инменьшаня. В Китае созданная им марка Лифан была почти неизвестна, считаясь третьим эшелоном местного автопрома. В России же Лифаны продавались очень даже неплохо. Сначала главным хитом были доступные седанчики Солана. Затем титул бестселлера перехватил кроссовер X60. У нас предлагались машины локальной сборки. Производством Лифанов занимался черкесский завод Derweiss. В прошлом году он остановился из-за долгов, после чего российскому офису пришлось импортировать машины из Поднебесной. Разумеется, это заставило повысить цены, что негативно отразилось на популярности. Впрочем, даже отменные продажи на российском рынке не спасли бы идущего на всех парусах, как переводится название бренда, от краха. Чтобы был понятен масштаб бедствия, приведем несколько фактов. Этой осенью компания получила от кредиторов полтысячи требований на сумму под 200 миллионов долларов, плюс 160 гражданских и арбитражных исков на 150 миллионов. Сейчас Лифан объявлен банкротом. Его конвейеры остановлены, а сотрудники распущены. На возрождение марки нет абсолютно никаких надежд, хотя поиски потенциального инвестора объявлены открытыми. И совсем свежая новость. Один из старейших автозаводов Китая, Тяньцзинь Фао Сяли, бывший частью всемогущего государственного концерна ФАВ, навсегда прекратил производство автомобилей. Это была одна из старейших производственных площадок, запущенная ровно 55 лет назад. Долгие годы здесь выпускались лицензионные копии Тойот и Дайхатсу. Притом модели Вита, а также В2 и ФАВ В5 поставлялись на отечественный рынок. Другой любопытный факт. Этот завод даже немного продлил агонию нашей Аки. Ведь до 2008 года, ставшего для микролитражки последним, именно из Цяньцзиня на подмосковный СиАЗ поступали 1-литровые трехцилиндровые двигатели. Производственные корпуса займет дочка китайских железных дорог. Которые нужны новые мощности для выпуска поездов. Остальные же предприятия концерна ФАВ вроде бы продолжают свою деятельность.